Приветствую всех, с вами Борис Маркелов и очередная притча, она называется «Змея в супе». Одного крестьянина пригласили с визитом в дом своего хозяина. Хозяин повел его в кабинет и предложил суп. Но как только крестьянин взялся за ложку, то заметил в своей тарелке маленькую змею. Чтобы не обидеть хозяина, он все-таки съел суп. Через несколько дней он так тяжело заболел, что вынужден был снова вернуться в дом к хозяину. Тот вновь повел его в кабинет, приготовил лекарства в маленькой чашке, которые затем и передал крестьянину. Собравшись сделать первый глоток, крестьянин вновь заметил в своей чашке маленькую змею. На этот раз он решил не молчать и громко сказал, что именно по этой причине он и заболел в прошлый раз. Захохотав, хозяин указал на потолок, где висел большой лук. «В своей чашке ты видишь не змею, а отражение лука», — сказал он. «Никакой змеи нет». Крестьянин вновь взглянул на свою чашку, и, конечно же, там была не змея, а простое отражение. Он покинул дом своего хозяина, так и не выпив лекарства, и был здоров уже через день. Вера имеет большую силу, но многие люди больше верят во зло, чем в добро. Воображаемая змея — это ограниченные взгляды и убеждения о себе или окружающем мире. И она всегда реальна до тех пор, пока мы не убедимся в обратном. Спасибо тем, кто прослушал. Поделитесь со своими друзьями.